всем привет продолжаем моделировать моделировать нашу комнату и в прошлом уроке сделали окошко да и окошко у нас глухое сегодня сделаем его более детальным и попробуем открыть и чтобы на рендере выглядело в общем как окно также там попробуем какой-то туалетный столик сделать и вот здесь мебель все пока простые какие-то формы так начнем с окна как его можно моделить так я добавлю сюда такое это наш чертеж так его прячем пока что не нужен так и окошко да придется моделировать опять по какому-то рез поэтому добавляем image reference вот и до меня пока никакого фифа нет вот чтобы смоделировать окно нужно как бы погуглить до оконный профиль нашли мы хотим что-то более детализированное чтобы когда мы открывали окно до его профиль вид хоть был похож не просто какая-то там плоскость да как-то что-то более-менее на окно похоже поэтому будем делать это да некоторые элементы конечно не будем вымоделивать если в принципе вам нужно будет этот профиль там в разрезах до что-то порендерить можно вымоделивать все сейчас посмотрим просто принцип как это можно сделать картинку сохраняю и сохраняю как бы в наш проект потому что я файлик туда сохранил если вы посмотрите открываю вот я его отсюда соответственно любые файлы потом вот например я нажимаю shift и добавляю и сразу же открывается эта папочка выбираем его добавляем так тут куда-то вообще нажмем слышь все у нас пропало остался только этот риф и тут опять же есть размеры этого профиля зайдем в настройки тоже уменьшим сделаем его полупрозрачным сейчас мы видим размер клеточки 10 сантиметров просто уменьшаем сейчас видим размер один сантиметр нам надо в общем вся это наша конструкция вот размерчик 10 должно так отгоняем смотрим увеличили приблизительно где-то так пойдет дальше как это все обрисовать я делаю так беру play вот если можно play потому как в блендере по умолчанию просто нет точки или же вы можете включить аддон аддон экстра вот вот и да есть кривые экстра обжекты не есть мышь вот включаем мэш сохраняем и тогда у вас появится в пунктике машин сингл короче . да и добавляю вот . нам и нужно теперь заходим в режим редактирования этой точке уже сразу же перешел опять же да чтоб точку как-то выделить вы должны быть в режиме выделения точек и например переношу их куда-то нажимают же переношу вот а дальше ну тут можно двумя способами или вы удерживая control кликаете левой кнопкой мыши да и вас рисуется или нажимаем буковку е на и начинаем так проводить здесь опять нажму букву е е выбрал направление колесико мыши кликнул так кнопки даже показать так есть и дальше да вот вот это вот окно которое будет открываться соответственно вот это я рисую я не рисую внутренние части рисую только внешне опять сюда не кликнул вот и поехали в общем можно там как бы ускоряться не делать прям все ровненько можно было просто с control клик но давайте сделаю ровненько у меня включены привязки к вершинам вот опять нажимаю струк можно тоже привязаться привязки я включаю когда удерживаю control вот это вот кстати углубление можно наверное было и не делать но посмотрим если что правильно тоже привяжем тут сделаем целиком да потому что у нас уплотнитель этого ничего видно не будет вот тут будет до делиться он будет у нас как бы штатик вот и будет вот еще такая часть это как бы глухое окно и окно которое открывается вот тут опять до вопрос надо это делать или не надо в принципе что я наверное что-то сейчас сделаю поеду вот сюда добавлю а тут как бы по упрощенной схеме поедем еще раз сюда control зажал сюда клик две точки выделил нажал f это фильм и мы залились вот так теперь сделаем вот этот элемент тут я точку копируют нажимаешь и д правой кнопкой отменил и как бы отменил перемещение нажимаю 5 е поехал сюда и кликаем мышкой чтоб ровненько было и дальше сюда и к этой вершинке да вот тут вот такой момент а как к этой припаять мы сейчас знаем что у нас в этой в этих координат несколько вершин а можно снять выделение выделить вот этот элемент знаем нажимаем l выделяем его и нажимаем shift h да это спрятать не выделены вот все спряталась с этим дальше как бы работаем выделили выделили нажали f соединили вот дальше вот например вот такие вот штуки до их нужно скруглить и для вершин скругление у нас в менюшке вот вершин до b и тут уже видим shift control b вот но я могу например выделить это 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 сразу выделили вот это вот это не буду скруглять нажму control b от shift control b до подвину и покручу колесико мыши ну думаю вот так как бы достаточно этих вас вот дальше alt h до в блендере все с альтом это как бы обратная операция то есть аж это спрятать выделенная shift h спрятать не выделена alt h показать все да теперь у нас этот объект alt а сняли выделение эль например чтоб этот не мешался можно так вот это кстати нам . не нужно эту точку можно растворить на если вы нажмете x и выберите удалить вершину далее соответственно и ребра пропали а если вы нажмете x иди слов отсоединить то вот она просто растворилась или же можно нажать control x вот так вот тут тоже по выделяем внутри не будем делать вот тут вот тут сделаем да вот эту вершину и тут эту я немножко скрублю давайте вообще выделю вот отель выделился и начиная снимать с control он выделение с вершин которые не собираюсь скруглять скруглим а вот эти вот внутри они у нас за железякой там за механизмом спрячется эти не скругляем тут оставляем опять control x b потянули так ну и почти все есть осталось эти уплотнители сделать возьму тут тоже сделаем возможно даже сильно потянул да да отменю так здесь теперь берем выбираем вершинку нажимаю shift d и тут так на глаз сделаем вот эти вот штабики тут опять же внутренняя сторона уже не так важно вот эти две вершины беру соединяю f так сделали в принципе это маленький элемент интон будет у нас черненький особо не видно и ладно так нажимать эльфа копию его выделяю нажимаю 6d выбираю да там по какой оси по иксу вот нажимаю control м x да это мы отзеркалили по оси x или же это можно сделать по моему наш мир а интерактив мира это как я только что делал или сразу же можете выбрать по какой оси нужно объекта отразить вот здесь его тоже куда-то подносим вершинки подправлю есть так тут же сделали вот тут да нам нужен в принципе в принципе сделаем какой-то такой кругляшок да можно взять вообще выделить точку нажать shift с переместить курсор к выделению да теперь нажимаем shift и и добавляем кольцо кольцо берем в меню таких последних операций выбираем что его относительно вида до показать видим какое здоровое ну и возможно нам не надо 32 грани 16 будет достаточно и теперь с масштабируем так подогнали есть так вот эти вот вершинки выделю и нажму control shift b да сделают еще дополнительные и теперь вот эти переместим вверх так тут тоже готов профиль да и еще раз вот этот элемент мы возьмем отсюда снял выделение l не забывайте снимать выделение часто бывает такая такая ошибка у вас была выделена вы вроде бы переехали приблизили нажали l начинаете двигать да у вас этот объект туда-то убежал и потом не понимаете чем произошло вот можно снимать выделение еще напомню alt а или дважды а нажать так теперь 5 6 д и сюда перенесет здесь я а здесь окно будет открытая да и может кое-чего быть видно поэтому чуть-чуть доделая вот это вот ребро удалю пока можно вот тут уже по точкам дорису так ну и тут не сильно заморачиваюсь где не видно делать так вот это нарисовал теперь опять на выделение l выделяю этот профиль 6d и копируем носим где-то где-то вот так вот некоторые тут чуть-чуть до придется там попеределывать что-то вот в общем берем вот эти дела удалим x вершинки да вот этим можете манипуляторы включать сюда передвинем это передвинем сюда вот в принципе опять же эту часть не будет видно да вот тут окно открывается это будем видеть это точно уже не будем поэтому раз вершинка два вершинка f все да то есть еще есть профиль ну а вот эту часть когда при открытом окне может быть видно поэтому тут тут возьмем что-то поделаем удалим вот это ребро сюда пустим сюда кликнем я уже удерживая контру делаю по-быстрому так иногда да при удержании от контрола могут мешать да вот эти манипуляторы тогда их прячем так сюда сюда по оси z выровняете две точки f соединения выделяю эту контру shift b потянем покручен немножко сюда этого 5 контру шутма тут не знаю даже надо давать это дополнительные вершины дополнительные полигоны как бы без надобности лучше не делать а теперь есть у нас как бы все профиля и все хорошо вот и поедем то есть из этого теперь нужно слепить окно вот на картинка уже не нужная или прячу перехожу вид сбоку захожу опять режим редактирования выделяю все вершины лучше это опять же делать нажимая кнопочку а выделить все да вот сейчас опять был такой момент я был в режиме соли ты когда я протянул боксом я не выделил те которые за вот этими вершинками видите вот или переходите в режим в airframe или нажать а и выделить все так дальше нажимаем е и потянули то есть и вот у нас поехал уже профиль дальше до самая такая печальная штука например как же это сделать вот тут развернуть если вы будете нажимать r вы будете менять его толщину вот для этой операции тут существует такая штука шер называется да вот опять же да раньше в блендере 279 она как-то работала мне нравилось больше там было и сочетание тут видите к шифт контру alt с да и крутим ну было мне я ставил единичку а в принципе так и работает до или единичку или минус один и мы поворачиваем в разные стороны так поедем сюда да то есть есть теперь опять экструдируем по оси z вот поехали теперь опять делаем shift контру alt с и единичка нет вот тут уже как-то не прокатило да вообще как-то не в ту сторону происходит сейчас выберем и потянем потянем так нам надо значение почему-то теперь 2 на получается 21 это ровно сделает теперь два как бы в другую сторону он повернет вот тут нормально ладно вот опять дальше нажимаем е на экструдируем теперь по оси y здесь я сейчас нажму с y 0 до чтобы они у нас в одном в одной плоскости стали теперь нажму g а то есть но операция grab переместить y опять вот и сюда доедем и теперь вот эти вот штуки опять нам нужно покрутить да то есть тут нужно покрутить и крути в эту сторону на минус один вот и тут крутим на один да и эти вершинки нам нужно спаять эти эти контру и бритчат шлупс видите так не захотел не заработала не заработала то есть теперь делаем тогда вот сюда нажимаю опять я экструд по оси z вот теперь тоже проворачиваю это дело в эту сторону до двоечка так и смотрим джи оси z до подъезжает вот сюда да вот этой вот вершинки я сейчас же стоит у меня привязка ближний нажимаю g control и вот соединилась и теперь ну как вроде бы они соединились но на самом деле они еще разорваны до вершины в одних и тех же координатах много точек выделяем все нажимаем м у нас вылазит на этот меню мерч и тут выбираем by distance или же где-то отсюда можно это выбрать мышь да вот кнопочка by distance и видим 209 вершин удалилась тертом проверяем до что у нас брать видно да что вот выделяется лук да то есть все хорошо у нас тут все сваренная alt и клик делаю выделяется мы сделали один до элемент то есть у нас там как бы окно распашное которое будет а еще уж должно быть там например одно глухое вот и там тогда нужно было перенести штапик да тут я уже уже давайте сделаю так нет сделаю надо было сразу вот то что я сделал дастность скопировать сделать копию и то есть еще и для глухого сделать ну да ладно я выделяю вот это все шильды у вас и копируют нажимаю слышим теперь лишние по удаляю не нужно профиль мой смотреть так то есть выделяем нет штапик надо оставить так еще да такая беда меняем все вот этот момент когда я нажал мерц у нас где-то были вершины где вот штапик до прилегают как бы плосная плотно они тоже все посваривали да то есть об этом я не подумал так хлопаем они все подтянулись все нормально и вот мёрджет тогда надо да если сшивать навели l нажали m by distance теперь мы только в этой части сняли выделение выделили это можно shift r например нажать они последняя снять было выделение операция ладно м by distance до удалили вот опять сняли выделение выделили этот элемент 5 м by distance чтобы они не пошивались там лишние части 5 так ну вроде бы все не знаю может держишь штапик забыл смысл понятия так окна вообще да сейчас стекла не делаю если вам нужно будет стекло потом в дальнейшем но мы к этому дойдем то в общем-то делать его не сложно взяли выбрали там например элемент вот здесь alt-click сделали вы выделили shift dx например вот так нажали f сделали опять экструд вот у вас появилось как бы стекло до сделали l и пододвинули его по оси там x да куда надо вот таким образом получится стекло но сейчас я не заморачиваюсь я пока удален мне только мешать вот да сделали нам надо глухому окну то есть штапик вот это тут поднести еще еще как мы это сделаем надо было повторить типа такую операцию так ладно скопирую сюда копировать не стесняйтесь вот видите я сразу постеснялся скопировать персетом как бы проблемах нажил это спрячу окно это попробую редактировать и тут тут мне не нужно тирк вот эта часть нажимаю 3 вот так тут тут он вот он мой резиновый элемент и он мне тут тоже иных дырит так вот эта штука тоже не нужна у меня уплотнитель есть здесь и в принципе мне этот штапик нужно совместить с моим окном да я вы выделяю его l и вместе с этой резинкой перейду вид сверху 6 до нажимаю gx и где-то наводим плоскости подвигаю так вот так так и чуть-чуть а нож не подходит у нас до внутренний элемент будет нужно просто взять за вершинки и потянуть и кстати да сейчас все в одном мы в одном объекте это делаем и возможно будет неудобно да я перейду в режим редактирования буду эти вершины выставлять в нечаянно могу выделить и вершины окна поэтому пока я нажму п и отсоединим выделение в новый элемент а теперь выберу его нажимаю опять так и тут уже буду работать с этим мне не помешает так нажимаю gx и y так подносим так есть теперь выделим вот эту часть вверх передвинем gz удерживая shift вы сотами манипулируете так нижние есть вот и последний до момент так все в общем сделали до окна я пока не делаю ними не нужны у меня в общем профиль готов вся его конструкция есть все нормально вот можно было конечно правильнее дам накинуть сразу же материалы вот эти на резинке на само окно вот ну ладно сделаем это позже так и вы например показываю все до есть я теперь объединю эти два элемента выделяю первые выделяю вторым которому хочу присоединить и нажимаю object join или control j есть нажму alt h вот мое окно появилось так так вот тут я сделал скругление даете и вот сам себе тоже вот тут у нас как-то что-то пошло не так где-то я задел на этом профиле все ровненько нет тоже чуть-чуть не ровно где-то какие-то вершинки потрогал и поломалась вот ничего сейчас исправим выделим вот эти можно делать привязку к активной точке да если вы тут выберете актив кулац нити с шифтом активная . так теперь g y и надо g y и control наложено это вроде бы выравнил с этой стороны надо то же самое проделать выделили сделали одну вершинку активной которой будем привязывать так что-то клац его клац его не не делается выделяю нижнюю так сделал и опять g y сюда потянут руки бы опять все как бы ровно да теперь вот эти вот еще неровные части части и 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 окно и глуховое окно которое можно открыть так давайте приспособим этим окнам ручки ручки и и и завесите надо так и поскольку я хочу например планируя окно открыть не его тоже нужно отделить и нажимая л л л т эту часть ответу на то есть это будет отделено нажимаем п вот мы его отделе отделили в отдельный элемент отодвиньте проверьте все ли нормально видите не все нормально где-то забыл опять снять выделение сейчас о альта сначала теперь лишние до деливы теперь ps в общем есть подвигали все ничего ничего не прилипло так на ручку до ручку сделаем вот здесь курсором кликнул курсор появится на поверхность перейду вид сбоку нажимаю shift a plane там поворачиваем его к себе можно выбрать этот view ну или нажать rx90 масштабируем подвигаем так на ручке заморачиваться сильно не буду захожу в режим редактирования сделаем с z чуть-чуть не сначала я скопирую один этот элемент его отодвинем вот сниму деление а этому сделаем с за чуть растянул теперь е выдвигаем его теперь перейду в ребра дай двойку нажал зажимаю control alt и делаю клик да теперь то я выделял лукой а это ринге нажимаю control b это бэву фаска теперь alt клик вот здесь и опять control b тоже фаску альта снял выделение или выделил это смасштабировал тоже передвину его по оси x чуть-чуть отсюда так теперь нажмем и выдвинем выдвинем так потом сделаем еще раз выдвинем и отсюда вот тоже ну и наверное сделаю с x по оси x вот сюда да и вот тут наверное тоже можно чуть уменьшить только не трогая оси y уменьшить нажимая с shift y вот так вот так ручки да не хватает чтобы было тоже зайдем сниму выделение нажму l выделю все вот вот эти вот грани мне не надо к ним добавлять было поэтому надо тут поснимать выделить с этих но тут не нужны вот остальные нужны тоже control b покрутили сделали ручку так вроде бы все хорошо ручка есть готова зависеть опять кликну сюда режим right shift и добавляем теперь цилиндр 32 грани нормально уменьшаем его перейду на вид сверху вот он такой наш бочоночек тут я как бы чуть прощусь сюда не буду их сильно вымоделивать заходим режим редактирования с z подтащим вот так выделим верхние клубы на альт-клик и нижний опять альт-клик control b покрутили сделаем так сделаю контроллер контроллер это шлуп катэн слайд и сделаю здесь одну линию вот и никуда не перемещаю ровно посерединке теперь делаем опять был контролл б потянули сделали вот так есть и проект струдируем эту штуку вовнутрь но тут будут проблемы смотрите е да не происходит экструд вовнутрь вот но экструд уже произошел если вы сейчас нажмете alt с у вас будет масштабироваться эти элементы относительно нормалей да и вот как раз удобно вовнутрь их терс масштабе ну или можно было с нажать и масштабировать но тогда у вас видите ось z задействуется можно было нажать с shift z тогда типа тип того бы произошло ну то есть удобным вам способом так сделали раз зависит сделаю опять shift по оси z и еще его скопирую теперь выделяю это это выделяющую ручку и теперь окно на и нажимаю контрол джей все это слепил в одно место а теперь еще зайду в режим редактирования выделю вот эту плоскость нажму shift с и курсор ту силы теперь выйду в объектный режим и возьмем установим сюда origin origin тут 3d курсор на теперь наша наше окно на двигается уже как раз вот относительно этой точке вот дальше в принципе опять же да там есть какая-то железяка мы сейчас не будем на это все смотреть но вы можете погуглить просто принцип как там можно все это дальше создавать вот я сейчас оставил окно захожу в режим редактирования окна и у тут идет металлическая такая штука такой профиль вот перехожу в ребра alt-click опять shift alt-click на вот по вот этой штучки и теперь нажимаю контру сначала shift d нас копирую чтобы это был отдельный элемент по-любому а теперь нажимаю control е или же отсюда control е это меню управление ребрами выбираем бричард шлупс вот да и сделали вот такую штуку ну можно было так а можно было да у нее какая-то толщина есть я вот сейчас отменю вот тут по делу alt-click alt-click shift ds копировал отменил перемещения control е бричард шлупс а теперь вот как создать толщину тут же опять можно несколькими способами я часто делаю нажимаете по экструд до экструдировать и перемещить переместить и отменяя и потом нажимаю alt-click да и выдвигаю вот так да без проблем это можно сделать или же можно было перейти фейс и соли дефай да то есть создать толщину и тут мы крутим крутим только не быстро крутим и тоже можем создать толщину этому элементу а но мне как-то вот вот такое себе способ экструдировать alt-s вдоль нормали еще shift держу и я как бы как бы хорошо это контролирую все теперь нажму l выделю все целиком сделаю теперь с x чуть-чуть с масштабируем что появилась какая-то там щель вот ну и в принципе опять же можно выделить у этого элемента вот все острые грани и добавить к ним фас у нас конечно окно высоко полигонально но вдруг кому-то пригодится да вот помоделировать разрезы вот вдруг вы занимаетесь окнами и вы придумали какой-то профиль и надо его замоделить вот и и например выделить от смотрите вот сейчас если я буду делать бэвал у меня появляется фаски еще в тех местах где мне этого как бы не нужно а именно вот здесь сделаю shift аж спрячу него не надо вот тут они вообще мне не нужны отменю эти фаски еще раз shift h спрятал не выделен то в принципе мне вот тут только фаска нужно и вот тут а ну можно вот в этих еще ринге да то есть вот так можно это все было выделить намного быстрее если перейти в режим фейсов нажать alt клик все готово и тут нажимаем теперь control b и создаем эту фасочку тут их не так много надо ну где-то так альтаж показал все обратно если мне тут нужно поделать какие-то пропилы опять же заглушки там болтики или что там вы посмотрите можно использовать без проблем булевые как бы операции ничего тут с обдевать детьми не будем ничего такого делать не будет так еще поставлю себе shadow а ведь и мне так нравится больше как отображается выделю этот объект целиком тоже нажму ps election от соединю вот к этому объекту опять устанавливаю на него курсов shift и и добавлю цилиндр 32 грани отлично нажму rx 90 поверну его к себе лицом и масштабе вот например вот это могут быть там какие-то бочоночки а там они должны быть ну давайте я сейчас сделаешь д y вот так вот этот будет к примеру бочонок как можно сделать можно сделать вот так я контролер сделал cut and slide теперь с и чуть-чуть сделаю вот так а и вот эти элементы нажимаю 5 я от меня операцию alt s и экструдировал а вот он появился как бы бочоночек болтики тут ничего такого делать не будем но если надо можно вставить там пинцы да дополнительно вот так вот штуков чуть-чуть утопаем будет какая-то видимость что там что то есть заклепка а с вот этими с вот этими зайду 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 выделю вот это вот это грань control b потяну вот так вот теперь перейду в точке перейду в прозрачность и делю нажму g не сделаю вот так да вот такой вот я элемент сделал и вот в профиле этом я при утоплю так д так еще шин это сделаем давайте еще вот эту и еще я добавлю сюда путь кубики в кубики в режиме редактирования шрифтер по копирую да и вот эти вот штучки например снизу 6 дз сверху сделаю какие-то пропилы теперь все вот эти элементы я нажимаю control джей и объединяю их вот и иду в меню edit preference и выбираем теперь аддон булту да это булевые операции у нас будет делать вычитание объекта из объекта появится у вас вкладка меню edit и появится они тут вот и эти до операция там вычитание объединение пересечения слайс как это назвать слайс резать короче как-то так и есть еще их можно использовать как кисти да то есть у вас сразу не произойдет я например выбирают из чего вы чем вырезаю а вторым объектом из чего и вот например difference да видите появилась кисть такая я ее типа могу двигать вот моя прорезь там смотреть куда-то перемещать сейчас мне этого не надо я в общем отменю я знаю что там будет все нормально сразу нажимаю difference да и вот вычел вычел есть у нас есть пропилы да какой-то профилек появился там где-то она что-то крепится и вот тут уже не будем сильно в это вдаваться там сделаем тут бочонок shift d z и здесь бочонок они что-то идет бочонки вот в этих же пропилах в общем-то и ездят на поэтому а этот немножко смасштабирую вот и вот сюда так утоплю есть не теперь shift d z и в этом тоже поставим вот дальше в общем да вот такими операциями можно мудрить и модернизировать свое окно она выглядит уже чуть-чуть получше до выделили эти объекты последним выделяем окно опять control j и у нас все привязалась сюда вот теперь слэш показать все окна окна вот этим не надо их спаять до спаять во первых нужно их вырос выставить на одной на одном расстоянии так нажимаю g x ближней точкой на 5g x они у меня состоит актив теперь в блендере еще есть возможность да хоть объекты и разные сейчас но если вы их выделите оба и нажмете так вы зайдете в режиме редактирования двух объектов вот но тут что у вас не получится сделать вы не сможете как бы смерть несколько точек сварить их потому что это два разных объекта и ответ вроде бы логично так но мы тут по одному сейчас там объекту сейчас все это как-то как-то надо нам сшить вот слэш зайду сюда сделаем сделаем что мы тут сделаем я выделю полигоны от 7 до моему до сильно где-то так до control зажимаю и кликаю выделить нажимать x и фэйс и дайд нам теперь я эти точечки выровняю вот здесь нажимаю единичку шить z делаю вот так нажимаю с и кликнуть а теперь они мне тут все по контуру как бы все хорошо есть пространство сейчас мы сварим с тем окном вот точно так же нажимаем сюда нажму слэш знать или в этом окне увидите что-то я забыл вот этот элемент надо к тому окну добавить вот видите как раз во время увидел нажму lp selection от среди вот здесь мы тоже убираем перехожу грани с контролом и до x face только их так и теперь опять единичка 6 z s y 0 да все теперь у нас тут выровнялась все так теперь выйдем покажем все нажмем слэш есть теперь не забыть вот эту штуку что отсоединили ее присоединить к этому окну control j а еще раз проверим все у нас окно все с ним хорошо так и соединяем два этих окна это окно этом control j нажимаем все соединилось осталось только вот тут вот эти вот элементы сшить и видите выделение да какое было как раз осталось нажму джи выделю этот альт-клик выделил лук джи control зажал и сюда их выделю только тут я не все выделяю да потому что у нас все по сшивается вот а выделяя непосредственно вот это эту линию и нажимаем м боитесь так все да окна есть теперь как бы их вставить это у нас есть окно по наворочению да поэтому предвинем его сюда так перейдем боку выделим это все и подвинем gz чтобы она так теперь окно надо вот тут выставить нормально тут не масштабируем сейчас вот есть у нас как бы центр вроде бы по центру окошко проема оконного доставим выделено несколько элементов сейчас нажимаю тап захожу и редактирую их это сюда передвинем это выделю сюда передмину передовить сбоку так к сюда ручку где-то наши там бочонки тоже сюда посерединке альта эль наверно зависит надо побольше сюда поставим так норм ну и теперь rz да еще и окно не отчета когда объединял у нас пивот да видать изменился не беда сейчас его исправим опять до переехал выделили этот объект выделили плоскость шлифт с кусок плюсы в этот вышли дабы в с это риджи на риджин тут 3d курс все теперь она здесь теперь мы можем смело открывать окно да и нам уже как бы не стыдно его показать там есть какие-то механизмы у него вот можно это доделывать вот не банально просто там какие-то плоскости да и ни на что не похоже тут в общем-то похоже на окно стекла стекла не ставил пока опять же показал да как я их делал вот и как их легко вставить поскольку материалы мы еще и не дошли то стекла нам будут только мешать мешать например рендерить вдруг вы захотите уже отрендерить свое окошко да тогда вы возьмете добавить play только сначала курсор shift с поставим в центр добавим play вот вообще можно удалить вот этот источник света поставим камеру на вовнутрь по установке камеры сразу бы вам там посоветовал сделать так добавить еще shift и добавить empty пустышка это объект которого не видно на рендере вот выбрать камеру и пойти в констрейн и и выбрать тректу на то есть следить за элементом берем пипетку выбираем наш м птик и вуаля теперь у нас камера как в максе таргет камера у нее есть цель вот она за не смотрит отлично и вы можете поставить ее сюда это сюда до выбираем там типа ракурсов с которого будем рендерить на пререде тут отсюда рендерить оставим так вот все это как бы на уровень классом метр 70 есть поставили также чтобы рендерилась 6 д.с. нам нужен как-то потолок какой-то да пока что сделать так приподнимем это вот ну и можно поделить окошко например да и перейти вот так нажать вот здесь 0 это будет вид из камеры видим что мы видим стену да потому что у нас камера вот у камеры есть такие штуки как клиппинг можно поставить до чтобы показывать эти лимиты вот и настроить откуда камера начинает видеть и до удала так тут двигаю видим до . и стены обрезались и мы видим видим наше окошко нам тут например я сделаю камеры разрешения там тысячу на тысячу вот там подвигаю возможно опущу чуть ниже все это дело вот вы можете добавить себе туда сюзану нажать control 3 применится к ней модификатор subdivision вот можно нажать обжиг шить смуз она станет у нас гладенькой и теперь ее поставим в комнате на пол уложен есть и можно попробовать да уже как бы перейти в мир на background место серого включить sky текстур вот здесь выбрать рендер до сайклс вот тут установить сейчас в окне превью чтобы происходил рендер только вот этого квадратика дальше я зайду сейчас в настройки чудо дня гляну я муки к себе поставлю вот и теперь кликну рендерить на гп у меня есть такая возможность да и сделаю еще во вьюпорте чтобы про сглаживание происходило дэнойс и включу попробую посмотрю что получается так то есть ну рендерить все хорошо без дэной за мы будете шум как бы видеть но вот все появилось можно покрутить тут параметры повращать солнце да вот есть сам rotation чтобы может лучи попали в комнату сейчас с другой до стороны мне на противоположного сейчас с двери солнце светит это 200 градусов и кутин за на его направим вот так интенсивность солнца размер этого солнца и сейчас можно его посадить то есть там закат восход да тоже это можно по настраивать то есть есть такой вариант нужно солнце потушить да или регулировать его яркость можете наводить крутить колесико мыши контрол удерживая контрол так все светится попробуем что там получится на рендеринге поставим 256 сэмплов вот и для рендера тоже включим дэнойс нажмем там и в 12 смотрим да есть окошко все рендерится все хорошо отлично не надо солнце да не нравится такое вы можете как бы это дело выключить да и там вставлять свое солнце просто добавили лампочку если неудобно там крутить убираем сам идем перемещаем вращаем направляем да да ну должно светить вот так же солнце вот видим до появились лучики можно его делать поярче да чуть-чуть ну вот и прелестно освещает да пока пока мы пробуем да то есть мне посмотреть вот какая у вас там геометрия все ли хорошо вы там сделали еще как бы рекомендую да будет подчеркивать ставьте freestyle переходим потом в настройки есть line style то есть это будет делать он обводки вот и я тут поставлю альфа линии где-то 08 и толщину линии поставлю один пиксель вот готова в принципе я бы наверное камера еще чуть-чуть подъехал мы же окно все таки делали интересно посмотреть как она поближе ну пусть так остается все тут отключу нажимаем f12 и у нас пошел брендер сейчас он по окончанию у нас будет рендериться эти линии обводки такое как бы подчеркнет всю нашу конструкцию видите видите тоненькие такие линии вот и все как бы готово да так и там кто-то спрашивал так следующий да что у нас урок следующий следующий это плинтуса ну и в общем-то мебель сейчас я просто покажу как на примере какого-то столика одного и там спрашивали как делать анимашку анимашку возможно успею да кто-то в комментариях вот типа вот такую штуку вот как-то окно заняло что много времени ступил да не бывает так я все это дело сохраняем вот и сделаю вот этот столик подобие как это типа можно с анимировать так кстати там о мебели часто тоже моделирую окошки у джоэн перья сюда вот тут например будут шкафы да тут мне нужно будет мебель то есть опять можно взять уже у нас есть как бы готовые заготовочки шифт с копировал п selection от среди выделяю теперь этот элемент дабы в сета риджан риджан ту джо метри чтоб сюда точку поставить зайду выделю ребра эти надо так короче вот это control x на растворим и вот эти от меня тоже control x растворить вот дальше я вот эту линию передвину чуть повыше этого тут будет ряд шкафов на и тут будут шкафы кстати на 1 1 сейчас рано удалил вот эту точно удаляю а это пусть останется пока вот выделяю вот так шкафы вот это тоже у меня передвинется там должно быть место под выключатель вот эти тоже потолок опустится там всякие системы вентиляции вот и то есть быстренько как-то забабахать шкаф дату делю control r например на 4 линии вот так сделал control r тут какие-то будут шкафчики и тут control r тоже подразделю как вот из этого создать шкаф но первое выделяю выделяю нажимаю е и на 60 до глубина пишу 600 миллиметров есть теперь shift опять копирую нажимаю p select от соединил выделяю этот элемент теперь попробуем сюда первое добавить модификаторы split он у нас как бы что он делает этот модификатор если вы выделите какое-то ребро нажмете в ведь он отсоединяет разрывает и вот этот модификатор делает то же самое и мы скажем что разорвать все как бы связь для чего это нужно чтобы как бы появились у нас дверцы дальше я возьму модификатор solidify и создам толщину ну пусть dsp будет там 18 миллиметров да у нас поскольку вывернуты нормально не туда полезла мы просто добавим минус все равно не туда полезла так сейчас еще секунду control a scale control a scale применю вот не применил масштаб и думаю что то не так о до 18 миллиметров минус ставим есть теперь следующий модификатор добавляем нам нужно создать фасочки это фаски не знаю миллиметра три наверно пойдут и тут добавить вот да то есть уже мы как бы модели ли шкаф вот возможно он такой будет вот можно ручки попридумывать еще какие-то а если нужно тут чуть чуть больше раздвинуть дату это можно сделать еще дополнительно давайте добавим дисплейс только поставлю его перед белого перетягиваю вот так вот и тут покрутим так ничего не происходит и к чему вообще это дисплейс то я в режиме редактирования добыл потому и не увидел так еще раз и space увидите все так надулась поставим тут нолик сдулась теперь подъедем и попробуем тут пошевелить так его ставим между белом о и тут берем уходим наверно тут на 0 0 большое значение 05 о да теперь у нас больше зазоры появились и там зазоры появились и я там на 05 можно тут чуть чуть увеличить толщину так есть готова нужны если ручки примеру как их сделать тоже там перешли в режим редактирования выделили как его модификаторы до нажатием вот этой кнопки можете прятать для режимов редактирования я на к примеру опять что тут сделаю так там не будет выделю вот эти и вот эти элементы не вот эти распашные сюда будут идут распашные там такие клик системы могут быть в принципе снизу тоже ну давайте еще тут сделаю тоже нажимаешь их дпс от соединен выхожу из режима редактирования и надо их выделить так вот я выделил их чуть-чуть мы их передвинем ой тут я модификаторы все удаляем не нужны и непосредственно две эти палки дальше зайду в режим редактирования и вот эти точки тоже разорву нажимаю в в одной до вершинки и здесь тоже нажмем в это же мы все это делается и вот эти вершины чуть опущу выделюсь и подым так а вот эти элементы опять выделю переставлю на индивидуал режим сз и тоже смасштабирует вот дальше выделяю все нажимаю x на экструдеру вот потом выделю опять все нажму е и тоже тут какой-то небольшой экструд нет наверно отменю и сделаю вот тут еще экструд по оси x тоже небольшой а теперь выделяю все опять нажимаю е экструдировать сюда вот и теперь вот эти тут штуку выделю тут и вот здесь точно так же 2 вот сделали и теперь опять экструдер вот сюда так хорошо тоже пивот перенесу о геометрии так и еще зайду в режим редактирования опять нажму shift y скопирую нашему контру m y да тоже то есть я их отзеркалил и сюда перенесу так теперь показываем все наш к стенку спрячем есть наш шкаф альтаж где-то двери да пропали вот наши дверки и вот это наши ручки чуть-чуть кстати я с ними сделал не то вот сюда надо сейчас подгоняем не не сюда так выделю шкаф нашему слышь верить так есть нажимаю слышь ничего не мешал так ручки ручки должны быть вот здесь где-то вот и надо это все теперь сместить и тут смещено и там смещение вот так можно было расстояние конечно по уменьшать да вот и сделали ручки нашему шкафу то есть быстренько образовался у наш шкаф что касается столика но в принципе опять же можно так делать или же давайте я например сделаю сейчас это я сохранил там просто задавались вопрос да по анимации сейчас быстренько что-то попробую смудрить опять же столик до добавили shift и добавили play зависимости ну как бы ставите его сразу габариты досмотрите какой-то вам нужен и в общем по иксу пусть будет на метр двадцать давайте я выберу миллиметр и есть вот и теперь тут по иксу 1200 игре на это наша столешница control и применили ски вот дальше например она должна быть это на 85 сантиметров gz 850 миллиметров есть зашли в режим редактирования нажали и и в зависимости от толщины дсп ввели значения я ввел 18 дальше например в блендере круто даже из точки делать что-то дальше продолжать смотрите shift нажал да у меня уже как бы привязка тут есть теперь нажимаю gz и передвинул донизу появилась нет секунду shift d да а потом я нажимаю е и экструдирую они передвигают g да вот с экструдировалась l выделил ее нажимаю y а то есть по оси y и до этой точки control зажал опять l и 18 миллиметров опять l выделил да этот элемент нажимаем shift d x и сюда на то есть получилась такая штука вот возможно тут должны быть какие-то там ящички наших dx вот сюда сделаем в принципе можно и крутить копировать эти штуки там shift d r90 тут gx здесь сейчас передвинули gx control сделали вот так сняли выделение опять gx control сюда на появилась полка l выделили ее до передвинули shift d z например shift r повторили операции да по получились такие штуки вот эти штуки что вы можете сделать взяли раз-два выделили две грани shift d скопировали f вы их залили грани 5e 18 сделали такую крышку такую крышку л выделил эту крышку целиком сейчас нажму shift h все спряталось здесь например выделю вот этот plane нажимаем ай это операция inset я показывал inset face сделали сюда при ра 5e экструдер так выделили верхний опять нажали ай е сделали вот сюда да можно было вот пример каким-то таким способом проделать то все можно попробовать это разделить тут например подразделить выделить вот это вот этот полигон там взять сюда опустить выделить тут тут грань control b что-нибудь покрутить да получилось такая штука вот ее 5 l alt h показали все сняли выделение и теперь ее покопируем так shift d z так тут вот эту столешницу можно чуть и выдвинуть да и вот в общем то сделали столик такой ну и сама анимация там в принципе она собирается да по чуть-чуть я как-то блин даже не знаю да по анимации не буду я сейчас много ничего рассказывать но можно что сделать установить ключевые кадры ну и во первых у нас это все должны быть разные объекты заходим в режим редактирования нажимаем по и бою у спортс да то есть все это рассоединилась выходим из режима редактирования нажимаем double set origin origin to joe мы ты чтобы у каждого свое было ну и вообще да все по ключевым кадрам то есть где-то нам собирается что-то например куда-то уехали установили ключевой кадр ой лакейши да ну поскольку мы перемещаем переехали куда-то опять поставили его на место каком-то кадре до поставили опять установили лакейши все да у нас уже есть анимации вот я это например сейчас сброшу верну сделаем как бы по быстренькому выделю все объекты тоже и нажимаем ай или давайте а ну да нажимаю нет я же хочу чтобы не появился а я перейду выберу индивидуал origin да с видите я масштабирую если с масштабирую в 0 соответственно все мои элементы исчезнут вот я беру нажимаю с 0 да все они исчезли но они выделены нажимаю ой скейл да то есть я установил ключевой кадр на масштаб вот потом что я могу сделать видите сейчас вот у нас есть данные объектов и вот тут засветилась желтеньким установлен ключевой кадр дальше я там перейду в 30 кадр и мне надо это все показать вот тут если вы от 0 с не масштабирует да то есть если вы нажмете даже с и напишите один ничего не происходит вот нужно ввести вот здесь значение и вот здесь когда вы напишите один и нажмете enter у вас появится только последний активный элемент а можно в блендере дать для всего выделения примет применить это если вы напишите один и в момент нажатия на enter будете удерживать аль тогда это все применится ко всем да и теперь опять нажимаем ой скейл и тут теперь если мы к примеру добавим графа дита вот у нас сейчас выделены все объекты у них есть вот уже анимашка до появления если вы тут навести нажать т мы можем поставить как бы интерполяцию да то есть эти спады и есть тут динамические эффекты можно поставить bounce и теперь например я сейчас возьму запущу анимацию видите такой появился и все вот эти вот каждой части можно теперь делать все это ну тут сейчас они все вместе и в 30 кадров да например я могу взять сейчас эти кадры скопировать от shift д копирую нажать контру м меру так от зеркалил теперь перенес так и теперь появился и исчез да и если вы теперь будете выделять как бы любые штуки вы можете менять эти ключевые кадры да например вот тут также на панельки нажали а и g и передвинули куда-то теперь уже анимация будет например там крышка будет вести себя там по-другому то прячется крышка там появляется и так далее это на примере скейла также можно было там с любыми или с перемещением или с вращением прилетают эти части откуда-то и так далее то есть просили по столу показал вот будут вопросы там еще пишите пишите в телегу там посмотрим также да там есть некоторые моменты еще по столикам не забывайте что можно многое чего моделировать это реально из точки добавили вершину какие-то вот элементики зашли редактировать этот мод выбрали до вершинка вот и также например какая-то форма тоже то загадочная эти f нажали выделили все control shift b покрутили а выделили f залили е до передвинули опять там выделили вот этот лук вот этот лук control b потянули добавили фас получилась какая-то такая штука уже не знаю может это тоже будет у стола какие-то ящики вот так выглядит так в общем заканчиваем да на следующем уроке будем работать там с плинтусами опять же делать мебель вот ну то есть дальше моделировать надеюсь что будут какие-то вопросы может еще чем-то дополниться следующего так всем пока до новых встреч а